Всем привет! Меня зовут Роман Переборщиков. Сегодня мы записываем интервью вместе с Ильей Левитовым, бывшим исполнительным директором Российской Шахматной Федерации и основателем канала Левитов Чес про шахматы. Илья, расскажите, чем сейчас вы занимаетесь? Вообще глобально в жизни? В шахматном мире. А вы знаете, шахматный мир сейчас понятие очень растяжимое. Он сильно изменился. Он как черная дыра вдруг неожиданно ушел куда-то вбок, потому что у нас был шахматный мир офлайн-шахматный мир, огромный, который существует уже не одно десятилетие, он какими-то своими путями развивался. Это крупные турниры, более мелкие турниры, турниры для всех, турниры для элиты. А в пандемию произошел резкий перекос в сторону онлайна, и онлайн зажил какой-то абсолютно своей жизнью, абсолютно не связанный с жизнью обычного шахматного мира. Поэтому я как человек, который считает себя человеком из шахматного мира. Я всегда существовал в вот этом оффлайн-шахматном мире. Я организовывал турниры, когда работал в шахматной федерации. До этого и после этого очень много общаюсь с шахматистами. У меня, не знаю, из моих наиболее близких товарищей, с которыми я дружу дольше всего и ближе всего, это практически все шахматисты. Так как бы сложилось в жизни. А сейчас, поскольку онлайн-шахматный мир тоже занял свое очень достойное место в шахматном мире, мне туда тоже пришлось прийти. Собственно, я думаю, создание канала – это как бы моя попытка окунуться в этот неведомый мне доселе мир, мир онлайна. Расскажите, как вам пришла идея именно канала, почему вы решили, что лучше всего создать YouTube-канал и какую цель этот YouTube-канал в себе несет? Как часто происходят какие-то вещи от безделья, прежде всего. Когда началась пандемия, моя стандартная жизнь, стандартная деятельность, наверное, как у всех людей, она на какое-то время просто остановилась. И я как бы как человек такой активный, деятельный, я привыкший все время что-то делать, мне нужно было какое-то дело. Дело я нашел себе комментировать шахматы. Тогда шел в марте турниры претендентов в Екатеринбурге. Тут турнир претендентов – это соревнование восьми шахматистов за право сыграть матч на первенстве мира. Победитель турнира претендентов выходит на матч на первенстве мира и имеет возможность реализовать детскую мечту каждого шахматиста стать чемпионом мира. Тогда проходил первый круг, и мы с моим товарищем Евгением Бореевым его комментировали на портале ЧЕС-24. Один из крупнейших шахматных порталов мира. А вот у меня кружка даже. А ЧЕС-24. И нам это дело очень понравилось. Мы прокомментировали еще пару-тройку турниров у них. А потом мне захотелось это продолжить, но не хотелось уже делать это у кого-то, хотелось делать это у себя. Так, собственно, и появился канал. Он никаких особо амбициозных целей перед собой изначально я не ставил. Мне просто это было интересно. Да, честно говоря, я и сейчас никаких амбициозных целей не ставлю. Мне просто шахматы дико интересны всегда. Вот как я в них попал в 2001 или 2002 году, уже не помню. Вот так они мне интересны все. Поэтому для меня это хобби. Вот, да, расскажите про то, как вы попали в шахматы, как вас привело в этот мир и как вы дошли до, по сути, руководителя шахматной жизни России. Ну, в шахматы я попал, опять же, от безделья. Было лето. Я помню очень хорошо, было лето. Тогда я только женился, по-моему, первый раз. Или еще даже не женился, не помню. Я нашел у себя дома книгу шахматы. Мне совсем было нечего делать. То ли не было работы, то ли она была какая-то непонятная. И начал ее читать. Кстати, автор этой книги, уважаемый тренер Пожарский, потом работал у меня в федерации. Так получилось. И я зачитался как-то эту книгу. Ну, она мне понравилась. Мне понравились шахматы. Я, конечно, в детстве играл. С папой только. Я никогда не играл ни с кем, кроме папы в детстве. И я нашел себе тренера. Случайно тоже совершенно как-то по интернету. Первопопавшуюся условно. Но оказалось, что я нашел очень хорошего тренера. Так мне просто очень повезло. И помимо того, что он был очень хорошим шахматным тренером, мы с ним очень подружились и дружим до сих пор. Это тренер, его зовут Сергей Кишнев. Это тренер многих известных шахматистов. В частности, он тренировал Юрия Дахаяна. Это многолетний секундант и тренер Гарри Каспарова. И мы с ним где-то полгода очень активно занимались. Три-четыре раза в неделю он ко мне приезжал. Мы изучали шахматы, как-то общались. И потом он познакомил меня с Евгением Бореевым. Это шахматист, который на тот момент был четвертым шахматистом мирового рейтинга. И как-то пошло... Бореев меня познакомил с Крамником, Крамник с Гельфандом, Гельфанд с Арнаньяном. И как-то все это завертелось уже там. И я попал в этот мир. Мне на тот момент очень нравилось ездить на турниры, общаться с шахматистами, ужинать с ними, быть в этой тусовке. На тот момент шахматный мир, в который я попал в его часть, представлял собой коллектив интеллектуальных людей очень. То есть это был такой клуб по интересам. Эти люди очень много читали, интересовались. Мне с ними было очень интересно. Они говорили не только о шахматах. И с ними можно было обсудить любую тему. Появились какие-то общие интересы. Петя Свитлер. Ну, короче, вот весь такой интеллектуальный бомонд я вот так про себя называл. Параллельно с этим я по своей основной консалтинговой деятельности я познакомился с Аркадием Дворковичем. На тот момент он был руководителем экспертного управления администрации президента Российской Федерации. И он был одним из руководителей Российской Шахматной Федерации. У него отец шахматный судья и вообще такой известный шахматный деятель. Поэтому Аркадий с детства в шахматах. Очень любит шахматы. Всегда ими интересовался. И у нас всегда была почва для такого теплого общения. Потому что мы как бы оба не играем, оба не шахматисты, но при этом оба сочувствующие. Мы этот мир очень любим. И как-то всё это продолжалось так, ни шатка, ни валка. А потом в 2010 году он стал руководителем Российской Шахматной Федерации, сменив Александра Дмитриевича Жукова. И в какой-то момент предложил мне возглавить исполнительный орган. Стать исполнительным директором. Вот так и попал в Федерацию. А чем занимается Российская Шахмата Федерация? Какие задачи она перед собой ставит? И что вы можете рассказать в принципе про российские шахматы? В принципе я могу рассказать только о том периоде работы Федерации, когда я был там. Как и сейчас она перед собой задачи ставит, я не знаю. Хотя там на моей должности работает мой товарищ Марк Глуховский. Человек еще более погруженный в шахматный мир, чем я. На тот момент, когда мы туда пришли, там не было ничего. В общем-то Федерация была, ну можно сказать, не то чтобы она была развалена. Она не была развалена, она ничего из себя не представляла. Задачей любой спортивной Федерации является развитие этого вида спортов на территории страны. Как любительского, так и профессионального. И нам пришлось с нуля все это поднимать. В Федерации не было денег, не было штата, не было понимания, не было идей никаких. И мы как-то за четыре года, как мне кажется, с Аркадием Владимировичем очень много сделали. Провели очень много соревнований. Как-то наладили профессиональную жизнь. Сборные команды, которые выступают на официальных соревнованиях, подготовка там шахматистов к важнейшим соревнованиям. Такая как бы скучная рутина. Единственное, чем мы не занимались в силу просто недостатка времени, бюджета, сил и идей, это развитие массового спорта. То есть, поднятием интереса к шахматам. Ну, а по-русски сказать. Мы этим не занимались практически вообще. Ну, просто не до этого было. Вот если мы остались еще на четыре года, наверное, мы бы начали заниматься этим. Вот расскажите как раз про массовый спорт. В принципе, что для вас больше в шахматах? То есть, это спорт? Это наука? Или это в какой-то степени искусство? То есть, чем, на ваш взгляд, в большей степени являются шахматы? Это зависит от того, кого вы спрашиваете. Скажем так. Мне об этом говорить сложно. Я никогда не играл на каком-то более-менее высоком уровне. Поэтому, если вы спросите любого шахматиста профессионального, он скажет, это спорт. Точка. Ну, потому что это реально спорт. Это напряжение, это адреналина. Это спортивная борьба. Есть соперник, который ты должен победить. В искусстве ты никого не побеждаешь. Ты отворишь. Побежишь самого себя. Здесь у тебя есть соперник, который ты должен обыграть. Поэтому это, конечно, спорт. Если вы спросите человека далекого от шахмат, но имеющего там математический склад ума, он скажет, что это наука. Потому что там надо высчитывать ходы. Я сюда, он сюда. Я считаю, что это искусство, потому что фахматист все время творит. Практически через 15 ходов после начала партии ты вряд ли встретишь такую же позицию, которая у тебя уже была. Поэтому ты всегда творишь, ты всегда придумываешь на ходу. Ну, такая какая-то бульон такой. Такая смесь. Смесь всего со всем. И в разные стадии партии это разное. То есть, вначале это больше просто память работает. Ты должен помнить то, что ты изучал дома на дебют. Потом это сочетание спортивных качеств и творчества. Потому что только творчество в шахматах не работает. Ты не можешь делать все, что ты хочешь. Потому что есть еще соперник, который может разгадать твой замысел, опровергнуть твой замысел. Поэтому это с одной стороны творчество, но это такое творчество в очень ограниченных рамках. Поэтому здесь сложно... Шахматам сложно дать такое определение. Ботвинник говорил, что шахматы это смесь искусства, спорта и науки. Но я думаю, что здесь и еще много всего. Это и характер, личные качества. Есть талантливые молодые ребята и не только молодые шахматисты, которые просто не могут ничего добиться за счет просто отсутствия характера. Вот если говорить про профессиональных гроссмейстеров, когда они играют... Понятное дело, что у них есть задача победить, так скажем, интеллектом. Но как это представляется в массовой культуре, шахматы, они скорее про психологическую борьбу между людьми. То есть это такое соревнование на уровне, так сказать... Ну то есть победить человека каким-то хитрым ходом, поставив его либо в тупик, либо выведя его из психологического равновесия, тем самым как бы дальше он будет совершать ошибки. То есть что здесь ближе к правде? То есть это более, так скажем, спокойный и хладнокровный вид спорта или в нем действительно бурлят страсти, когда один неверный шаг может, так скажем, вывести спортсмена из равновесия и он начнет совершать ошибки. Сложный вопрос очень на самом деле. Психология играет роль в шахматах, но не такую большую, как ей ее приписывают. Ты играешь... Ну это извечный вопрос, против кого ты играешь, против фигур или против соперника. Были шахматисты с невероятным каким-то уровнем энергии, энергетики скорее даже, которые оказывали какое-то подавляющее воздействие на соперника. Ну там Фишер, Каспаров. То есть я думаю, что большая, большой процент, достаточно большой процент, 10, 15, 20, сложно оценить в цифрах, в результатах Каспарова, это его энергетика. Многие люди просто не выдерживали ее. Вот представьте, что мы с вами сидим, общаемся сейчас, да? Мы общаемся там 10-15 минут. А представьте, что мы на уровне некоего как бы медиума, да, общаемся 6,5 часов, 7 часов. А представьте, что мы играем с вами матч на первенство мира и общаемся по 6 часов 50 дней. Это уже становится... Человек станут... Ты начинаешь его чувствовать, начинаешь понимать, начинаешь считывать его реакции. И на самом деле топ шахматисты это еще великолепные актеры. Великолепные актеры. Причем это не репетируется, это не изучается, это просто как на уровне уже инстинктов просто. То есть ты можешь сыграть что-то как-то, сам того не понимая. Ну много есть историй. Вы имеете в виду то, что это попытки такие манипулировать... То есть это с целью того, чтобы обмануть соперника о том... Как ты себя чувствуешь. Да, как ты себя чувствуешь, чтобы он неверно представлял твои будущие шаги. Ну чтобы он задумался. Он смотрит на позицию, он видит одно. Смотрит на тебя, видит абсолютно уверенного человека, который сидит, пьет кофе и все окей. И он думает, то ли ты дурак, то ли видишь больше меня. И он начинает искать того, чего нет. Но это все, опять же, это достаточно виртуальное такое описание, потому что, конечно, в игре все по-другому. В игре ты слишком погружен в процесс на доске, чтобы на самом деле сильно думать о том, как чувствует себя твой противник, что он тебе показывает, не показывает. То есть шахматист в топ-урвинге просто сидит и работает. На самом деле шахматы – это очень тяжелая работа. Очень тяжелая работа. Ты сидишь и должен постоянно работать. То есть это счет вариантов, оценка, счет вариантов, оценка, счет вариантов, оценка. И вот это, на самом деле, если так представить себе процесс шахматной партии в виде какого-то графика, то это будет такой ровный-ровный график тяжелого труда. И где-то могут быть иногда такие творческие всплески. Какая-то идея пришла в голову какой-то, которая обычно не проходит, эта идея. Не складывается в вариантах. То есть как проходит партия. Играешь партия, вдруг тебе пошла какая-то идея пожертвовать пешку. Какая красивая идея, там вскрываешь слона, ладью, там что-то. Ты начинаешь считать и видишь, что это просто опровергается. Ты проигрываешь партию. Ну, все, забыли. Поехали дальше. То есть это бесконечный такой вот счет вариантов, какое-то размышление, оценки. Поэтому психологическая борьба – это раньше любили сказки про это рассказывать, я бы так сказал. Таль про это любил рассказывать, как он там Фишера обманывал. Ну, это все чушь вполне. Ну, как бы про психологию, но уже про психологию борьбы с компьютером. Когда Каспаров играл с компьютером Blue Dot, известный шахматный ход, когда компьютер не знал, какой… Он очень долго думал и не знал, какой сделать следующий ход. И в итоге сделал какой-то крайне, на самом деле, такой банальный и простой, но этот ход вывел Каспарова из, так скажем, как раз к равновесию психологической. После этого хода он стал проигрывать уже компьютеру. Ну, то есть это, так сказать, ход, который изменил игру, но когда потом стали анализировать, почему именно такой ход сделал компьютер техники, оказалось то, что он просто из всех возможных вариантов не нашел ничего лучше, но не потому, что этот ход был самым лучшим, а потому, что это на уровне ошибки ход был случайно выбран, но тем не менее он внес, так сказать, вклад в то, чтобы психологически, по сути, победить соперника. Вот, то есть, насколько тяжело играть профессиональным гроссмейстером с компьютером и, в принципе, как часто это практикуется? Вот, есть ли различия между игрой с человеком, компьютером? Я эту историю не знаю, я знаю другую историю, когда Каспаров был недоволен, проиграв матч компьютера, он считал, что там вмешивался человек в игру, потому что тогда у компьютера была очень слабая дебютная подготовка, и Гарри Кимович считал, что там группа гроссмейстеров сидела и помогала компьютеру во время партии. И это я знаю, вот эту историю, которую вырос, я не знаю, но это и невозможно. Компьютер не может выбрать ход с какими-то другими целями, кроме как сделать просто лучший ход. Это тупая машина, которая перебирает варианты математическим образом. Просто она считает там по 300 миллионов позиций в секунду. Ну, считает, в смысле оценивает. То есть, счет-оценка, вот человек там какое-то количество, там минимальное, она там 300 миллионов позиций в секунду оценивает. Ну, сейчас эти разговоры уже достаточно бессмысленны, потому что сейчас сопропасть между компьютером и человеком в плане понимания шахмат, в плане качества игры, потому что человек подвержен, во-первых, ошибкам постоянным, мелким, а компьютер не ошибается. Поэтому играть сейчас с компьютером – это бессмысленная история абсолютно. Она бессмысленная с точки зрения любой – психологической, спортивной. Это неинтересно, потому что ты играешь с полусовершенной машиной. Поэтому… Вот когда Каспаров в 97-м году играл матч из землю, тогда еще, наверное, можно сказать, что человек и компьютер были где-то рядом. Но после этого произошел гигантский скачок технологий, как хард, так и софт. То есть, во-первых, это гигантские мощности сейчас просто. Ну, и во-вторых, сам софт – они научили компьютер оценивать себя позицию гораздо более точно, чем раньше. То есть, он оценивает близко, наверное, к совершенному, что ли. Ну, сложно сказать, но как бы оценивает очень хорошо. И человек уже не может играть с компьютером. Ну, компьютерная жизнь шахматная, она сейчас… Это тоже отдельный мир. Это тоже отдельный мир. Во-первых, проходят матчи между компьютерами. Вот между двумя сейчас лучшими программами «Алила» и «Стокфиш» – это потрясающе интересные шахматы. Потрясающе интересные. Их сейчас смотреть гораздо интереснее, чем людей. У них невероятные какие-то партии, невероятные замыслы какие-то, которые как бы реализовываются. То есть, они-то как раз занимаются каким-то вот таким полутворчеством, как ни странно. То есть, вот мне показывал… Один топ-шахматист показывал мне партии компьютера, я объяснял их замыслом. Это просто потрясающе. Это гораздо интереснее, чем смотреть людей сейчас. Ну, и, конечно, компьютер – это важнейший элемент подготовки сейчас. То есть, по сути, компьютер при подготовке заменяет тебе мозги. То есть, ты ему даешь позицию, он ее оценивает, он дает тебе какие-то ходы, варианты, идеи. Ты просто как бы, кто лучше с компом работает, тот и выигрывает. Ну, в целом, так можно такую формулу сейчас вычислить. А что входит как раз про подготовку? Какие необходимые требования, чтобы вырастить будущего чемпиона мира, гроссмейстеры, которые будут бороться за звание чемпиона мира? Как, в принципе, воспитывают шахматистов? Прежде всего, выдающийся талант. То есть, без такого яркого дарования бороться за звание чемпиона мира или, скажем так, очень трудно или близко к невозможному. Шахматы – специфический вид деятельности, к которому у людей есть специфические способности. То есть, есть дети, которые там в шесть лет играют лучше взрослых, обыгрывают родителей, обыгрывают каких-то даже люди, которые умеют играть в шахматы и так далее. Это способности. Это, помимо чисто шахматных способностей, это усидчивость, способность держать долго повышенную концентрацию. Ну, посидите, порешайте шесть часов шахматные задачи. Посмотрят, как вы на шестом часу будете решать самые простые задачи. Там просто 15 умножить нужно на 16. Вам будет очень трудно, очень трудно. Представьте, что еще напротив вас, представьте, что соперник. Представьте, что вы уже на протяжении пяти-шести часов испытали гигантское количество эмоций, разочарования, надежды. Кажется, что выиграл, а здесь оказалось, что не выиграл. Ой, здесь проигрываю. Нет, не проигрываю. Ой, или проигрываю. Вот это вот все на протяжении как бы долгого времени. Примерно поймете, что чувствует несчастный шахматист во время партии. То есть, это какой-то набор способностей. Некоторые из них должны быть на топ уровне, а некоторые должны быть не ниже среднего, так скажем. Это позволит человеку бороться на самом высоком уровне. Ну, и то гарантий никаких. Ну, то есть, это дар и постоянные тренировки. Ну, это даже не дар, набор даров. Тренировки, да, но много тренировками ты, честно говоря, сильно не сделаешь. То есть, если у тебя нет каких-то данных, то можно хоть по 20 часов в день работать. Толку никакого. Не снимают фильмы, пишут книги, сериалы. И есть ли шахматисты-звезды, которые этим пользуются и зарабатывают именно на этом, как в футболе, условно, футболист, который точно так же там миллионные зарплаты. То есть, как устроена в этом плане жизнь самих шахматистов и источники их доходов. То есть, в принципе, как формируется экономика шахмат. Вот, есть ли вы там миллионные зарплаты, контракты, гонорары, которые приносят большой доход. Ну, то есть, как это работает? Ну, есть, это никак не работает в целом. Я бы так, наверное, это сформулировал. То есть, есть отдельные шахматисты, которые неплохо зарабатывают не только игрой, но и помимо игры. Ну, конечно, чемпион мира всегда имеет какой-то там рекламный доход, но это копейки по сравнению с любым более-менее значимым видом спорта. Шахматная экономика – это, в общем-то, ну, скажем так, отсутствие экономики. То есть, шахматы не продаются на данный момент в оффлайне вообще. Это всегда меценаты, это всегда люди, любящие шахматы, которые выделяют какие-то средства. Или это какие-то социальные программы. Многие турниры проходят в рамках развития просто там туризма в городе или развития, ну, просто как бы, ну, давайте шахматы турниры сделаем. Может быть, по теннису нет, давайте лучше шахматы. Как-то что-то поинтереснее. В онлайне есть крупные компании, которые пытаются заработать на пользователях, на рекламе, на том, на сём. Ческом, Чес24 или Чес. Игровые платформы. Но если брать заработки шахматистов, то это, конечно, это копейки. То есть, сам рынок, он, его просто, его просто практически нет. Ну, чем говорить, если призовой фонд матча на первенство мира, это главное, что у нас есть в шахматном мире. То есть, это то, за чем в целом наследит весь мир, миллионы людей, до недавнего времени составлял миллион долларов. Призовой фонд. Что такое миллион долларов? По нынешним временам это... Месси проснулся, уже заработал миллион долларов. Встал, зубы почистил, уже два. Ну, как-то... То есть, это копейки. Ну, то есть, получается, что большинству шахматистов приходится совмещать игру с каким-то основным местом работы, поиском заработка или как... Нет, нет, нет. Топ-шахматисты занимаются только шахматами. Ну, они зарабатывают... А пока человек не стал топ-шахматистом и не входит в десятку? Он живет бедно. Ну, ты не можешь совмещать шахматы с работой. Это просто невозможно. Это требует огромных усилий. Это требует гигантского количества и времени, и сил, и вовлеченности в это. Ты должен отдаваться этому. То есть, это трудно. Это трудно. Это как бы иногда мучительно долго. Но люди, которые играют в шахмат, тут поймите же, что это не работа в офисе. Люди, которые играют в шахматы в большинстве своем, в подавляющем большинстве своем, очень любят шахматы. И для них игра в шахматы – это необходимость. Это не какой-то... Ну, и так, быть мне шахматистом или пойти работать в Сбербанк оператором. Нет. Это люди с детства любят шахматы. Они играют, они занимаются, они хотят прогрессировать, они хотят играть, они хотят выигрывать. Они хотят в этом мире быть. Это же еще мир некий. Турнир, приехали, ты всех знаешь. Пришел, поужинали, погуляли, посмотрели кино вместе, поиграли. Ну, как бы это все... Это целая жизнь. И так просто... Ну, я знаю людей, которые бросали шахматы и уходили, например, в бизнес или куда-то, но это очень редко. А существуют инициативы, которые... Ну, вот есть, например, олимпийские игры, туда постоянно принимают какие-то сильные новые виды спорта. Были ли инициативы? И если были, то на какой они стадии признать одним из олимпийских видов спорта шахматы? Были. Но проблема в том, что летние перегружены игры. И там... Да я думаю, что... Ну, как бы всегда было объяснение, что летние перегружены, а зимние должен быть либо лед, либо снег, либо что-то такое. Но я думаю, что проблема в том, что... Ну, быстрее, выше, сильнее. А тут какой-нибудь не быстрее, не выше и не сильнее. Тут как бы люди сидят за доску. И слишком статично. Они боятся, я думаю, просто провалов, трансляция. Как бы... Ну, шахматы сложно смотреть. Не говоришь о том, чтобы играть. Поэтому я думаю, что... Ну, их опасения оправданы. Я понимаю. Какой-то такой шаг очень смелый. Хотя бывшее руководство Международной шахматной федерации во главе с Кирсаном Лемжиновым активно этой темой занималось. По крайней мере, говорили, что занимались. По факту не знаю. Но пока это сделать не получилось. А какие, на ваш взгляд, можно выделить пять самых... Ну, или несколько. Вот, может быть, не пять, больше или меньше. Главное событие в истории шахмат за последние сто лет. Ну, тут я тогда объединю это все в одну, как бы, в один рейтинг некий. То есть, конечно, главное событие двадцатого века, как мне кажется, в шахматах, это появление школы. Появление советской шахматной школы. То есть, впервые кто-то системно начал обучать шахматам, развивать шахматы, обучать детей, взрослых. Как бы, привносить шахматы в жизнь, скажем так. То есть, в Советском Союзе шахматы стали неотъемлемым элементом жизни, как хоккей, космос и балет. И это большое достижение комиссаров, которые как-то нашли вот то, что людям подходит. Шахматы, в целом, как мне кажется, очень подходят русскому человеку по складу некого ДНК. И то, что у нас там, сколько там, девять или восемь чемпионов мира из шестнадцати, это заслуга Советского Союза. Без сомнений. Второе явление – это, конечно, Фишер. Я его ставлю, как бы, наверное, выше всех личностей, которые были в шахматах. Фантастическая личность просто. Человек, который... А почему? Да сложно сказать. Он какой-то демон такой, я бы сказал. Какой-то не человек просто. Во-первых, он очень сильно играл. Очень сильно играл. То есть, до сих пор смотреть партии Фишера крайне интересно. Вот смотреть партии Аббатвинника, Алёхи, ну, наверное, просто не очень интересно. То есть, ты уже видишь современных шматистов, они играют там в разы лучше. Ты смотришь, да, иногда интересно, но интересно только с некой такой исторической точки зрения. А вот человек открывал какие-то новые вещи. Ну, там какие-то жуткие ошибки, уровень игры низкий. А Фишер играл просто, он потрясающе играл в шахматы. При этом он научился играть сам. В Америке тогда никаких шахматов близко не было. То есть, были шахматисты достойные, но были даже такие шахматисты, как Сэмми Ришевски – это один из был сильнейших шахматистов мира, шахматный вундеркинд. Но, конечно, Фишер всему научился сам. Фишер же единственный американский чемпион мира по шахматам. Да. Он всему научился сам. Он обладал невероятным характером, невероятной харизмой. До сих пор о нем снимают фильмы. А насколько достоверен фильм, который вот про него не так давно снимали, как раз про его игру? «С жертвой пешкой»? Да. Я его не помню, если честно. Во-первых, он мне дико не понравился. Там какой-то Тоби Магуайр играет. Как-то он не подходит на эту роль, мне кажется. Потому что там показывают человека, у которого практически цель поставить всех против себя, так скажем. То есть крайне неприятная личность. Был ли он таким? Я думаю, что он был в жизни гораздо более неприятной личностью, чем в фильме. Чем даже в фильме? Конечно. Во-первых, он, конечно, был не совсем нормальный. Это очевидно совершенно. Я думаю, что у него были просто тяжелые психические отклонения. Ему, видимо, в какой-то момент, для того, чтобы побеждать, надо было возненавидеть. И я думаю, что он, как человек умный, это понимал. Он понимал. И он провоцировал ситуацию, провоцировал соперников, судей, организаторов, прессу, секундантов. Всех он провоцировал на конфликт, на вот эту бучу. И в этой буче он себя чувствовал как дома. Он не мог играть, когда все было спокойно. Он ненавидел Советский Союз, ненавидел советских шахматистов. Вот ему надо было искать везде заговоры, искать сговоры, искать врага какого-то жуткого, смертельного. То есть для него шахматы это была не игра, это была война. Но его игра как раз и стала одной из ключевых, так скажем, точек холодной войны между СССР и США. То, что для победы за шахматной доской была для них так же важна, как... Я даже не знаю. Ну, то есть по степени важности такой же важен, как Карибский кризис практически. Да, это правда. Насколько, кстати, если говорить про советскую шахматную школу и про противостояние с Фишером, насколько в шахматах в то время было много политики. То есть была ли игра... Оставалась ли игра игрой, или это было уже больше противостояние с Сверхдержав? Нет, ну в этот момент, конечно, когда Спаски приехал играть в Рикки Авет с Фишером, то на этот момент шахматы стали большой политикой. Однозначно. Ну, мне сложно сказать, я не жил тогда, но... А сейчас вот есть такие моменты, когда, можно сказать, что в шахматах больше политик, чем игры? Нет. Эти моменты были вот... Их можно перечислить как бы по пальцам одной руки. Это матч Фишер-Спаски в 72-м году, противостояние США и СССР. Это противостояние Карпов-Корчной в 78-м году в Багию и в 81-м Карчной был советский красмейстер, который уехал, ну, сбежал из Советского Союза. Это тоже было такое противостояние как бы советской системы и вот отщепенца, так сказать. И это матч Каспарова с Карповым, Советский Союз против новой России. Ну, как-то вот всё, собственно. Это те моменты, когда шахматы вылезали из-под поля и становились чем-то большим, чем просто игра, становились важным политическим каким-то аспектом. Или важным политическим символом, как в случае с матчем Карпова с Каспаром, то, что люди, олицетворявшие, ну, как-то... Это были люди, олицетворявшие две системы, как бы старую и новую. И вот шло противостояние между ними. Соответственно, люди, которые причисляли себя к новой системе, болели за Каспарова. Те, кто были, так сказать, более консервативны, они болели за Карпова. Ну, если говорить про, как раз, так скажем, Карпов, Каспаров, Фишера, кого я, вот, если, ну, я так понял, что если выбирать одного самого сильного игрока, вы выбрали бы Фишера? Сильного? Ну, самого, так скажем, я не знаю, одарённого шахматиста. Ну, это очень сложно сказать, очень сложно. Мне интересно, как вы оцениваете сейчас игру Магнуса Карлсона, который показывает какие-то совершенно невероятные результаты за игрой и побеждает практически, так сказать, во всех возможных форматах, быстрых, классических и так далее. Вот, как вы оценили бы его? То есть, это невероятный талант, вот, или, ну, то есть, как можно оценивать, в принципе, грудкого человека? Магнус – это потрясающее явление в шахматах, потрясающее явление. Я думаю, что если всё будет нормально, скажем так, у него там со здоровьем, с энергией, с мотивацией, то, может быть, мы смотрим вот в лайф как бы на лучшего шахматиста в истории шахмана. Это я говорю при живом Каспарове, как бы, ну, чтобы понимать, Каспаров 20 лет был первым шахматистом мира, ровно 20 лет, причём без вопросов. Да, он иногда уступал первую строчку, кто-то, наверное, проиграл матч Крамнику, но, по-моему, вот, если брать глобально, как бы, то 20 лет он абсолютной доминацией, он изменил шахматы, он привнёс кучу нового там и так далее, и так далее. Но Магнус – это потрясающее явление. Ну, просто Магнус – это какой-то идеальный шахматист, вот, так сказать, у него всё как-то совпало. То есть, гигантское дарование. Магнус родился в Норвегии, где, ну, если мы говорим, что Америка при Фишере была не шахматной, потому что Норвегия, так это вообще несколько гроссмейстеров, а было просто и всё, и всё, точка. Совершенно не шахматная страна была до его появления. То есть, в нешахматной стране, то есть, нет ДНК шахматного, в отличие от СССР. Ну, то есть, нет школы, по сути, в этом? Ну, ничего нет, да. Если же какое-то шахматное ДНК, вот у нас, как бы, когда развивались шахматы, у нас рождались чемпионы мира, вот, рождались сильные шахматисты, рождались таланты, потому что это было везде – дома пионеров, люди на лавочках играли, дедушки там играли дома. То есть, это как бы, это тоже влияет. В нешахматной стране родился. Часть культуры, да. Родился гениальный шахматист, обладающий великолепной памятью, отличным счётом, позиционным пониманием, невероятным характером, жаждой побеждать в каждой партии, в каждом турнире, волей. Ну, как бы, я не знаю. А есть какие-то вещи, которые, вот, вы говорите, что можно увидеть какие-то новые вещи, ну, то есть, когда смотришь игры гроссмейстеров, там, полвека назад, ты понимаешь, что их уровень, если сравнивать с современным, он не тот. Но, тем не менее, можно открыть в их ходах какие-то, что они открывали какие-то новые позиции, ходы, комбинации. Есть ли такое же с Магнусом Карлсоном? То есть, он привносит ли вам что-то новое? Он полностью изменил шахматы. Он полностью изменил шахматы, он показал, что позиции, которые считали многие ничейными, равными, где можно не играть, он начал их просто одну за одной выигрывать. Он показал неисчерпаемость шахматы. Это так же, как компьютер, на самом деле. Он показал, что в любой позиции можно ставить проблемы, что в любой позиции можно находить мелкие преимущества, накапливать их, создавать слабости, давить на противника, и он ошибется, и он его хватает. То есть, он просто выжимает в воду искам. При этом, обладая всеми теми же качествами, только лучше, чем остальные. Это память. Я подчеркиваю этот момент. Память сейчас играет ключевую роль у топ-шахматистов. Потому что гигантское количество домашних анализов. Ты можешь дома все проанализировать, но если у тебя плохая, о память, ты приходишь на партию и ничего не помнишь. Там нужно просто тупо помнить. Даже не понимать, а просто помнить. Если он сюда, я сюда. Если он сюда, я сюда. В начале партии, а в дебюте. Поэтому он полностью изменил шахматы. Абсолютно. Так же, как Каспаров их изменил. Так, как любой большой шахматист их меняет. А есть шахматисты, которые способны с ним сейчас более-менее на равных играть и соперничать? Есть, конечно. Во-первых, это Фабиано Каруано, американец. Мой часть из современных действующих игроков элиты. Наверное, один из моих любимых шахматистов. Это человек, как ни странно, советской шахматной школы. Мы его так называем. Он очень глубокий. Он ищет лучший ход всегда. Что не обязательно для условий игры. Есть люди, которые ищут лучший ход. Есть люди, которые просто видят отличный ход. Нормально, не зеваю, ставлю проблемы, делаю. Не буду искать дальше. Он сидит, ищет лучший ход. Ищет истину, скажем так. Советская шахматная школа в неком смысле поиск истины. Ты ищешь оптимальный ход в позиции. Пока ты не найдешь его, ты его не делаешь. Глубокий, интересный шахматист. Привносит очень много нового. Тоже великолепные спортивные качества. Физическая подготовка. Все на свете. А из российских? Российская шахматная школа. Она чем-то блистает на данный момент? Да, у нас в десятке двое шахматистов. Это Ян Непомнящий и Александр Грещук. Ян Непомнящий сейчас имеет реальные шансы выйти на матч на первенство мира. Грещук сейчас, по-моему, шестой или седьмой шахматисты. Это молодые шахматисты? Яну 31, Грещуку 38 будет в этом году. Нет, не молодые. Потому что Магнусу Карлсуну в 23, по-моему, стал чемпионом. Да. То есть раньше у него только Каспаров стал. Да. Сейчас ему 30, получается. Или 31. 31, да. У него еще все впереди. По идее, у Магнуса еще лет 10 полноценной карьеры. А несколько, если не ошибаюсь, где-то года полтора или два назад у Магнуса Карлсуна была дуэль с кем-то из российских шахматистов. Я не помню. Матч? Да. В 16-м году с Карякиным. Да. Значит, был давнее, чем мне казалось. Карякин сейчас играет? Да, конечно. Играет. Играет хорошо очень. Это высочайший уровень шахматистов. А из молодых российских шахматистов, которые до 25 лет, есть какие-нибудь? Нет. До 25 лет – это не молодой из шахматов. 25 лет – это уже… Это уже состоящийся. Да. До 20 лет можно какие-то имена назвать. Вот Андрей Исипенко, он сейчас Магнуса обыграл в Виконзе. Обыграл? Ну, а партию выиграл просто, да. Ну, это ничего такого. Из этого сделали. Это показывали по телевидению, но я не знаю, почему из этого делается такая… Наверное, потому что Магнус и Карлсону все воспринимают как суперкомпьютер. Поэтому, наверное, любая победа даже в одной партии… Ну, это какой-то бред. Из этого сделали такое событие, как будто Исипенко стал чемпионом мира. Ну, выиграл партию. Но в целом матч проиграл. Там не был матч, это турнир был. А, это… Просто в турнире они встретились, Исипенко выиграл. Ну, хорошо, отлично. Если мы уже по телевизору показываем, что наш шахматист выигрывает у чемпиона мира партию, просто партию, значит, у нас совсем дела плохи. Из молодых у нас есть какие-то имена, но пока, честно говоря, как через 10 лет будет выглядеть Россия в шахматах, я не представляю себе. Просто не представляю себе. Почему? Что сильно… Нет талантов. Ну, это связано… Нет полномерной работы, нет талантов. Ну, просто нет. Я даже не знаю, почему просто нет. Просто с поиском талантов, что она не проводится, это имеется в виду? Я не знаю. Я не знаю. Мне сложно сказать. Или потому что люди, которые могли бы хорошо играть, их как раз вот эта, так скажем, экономическая непривлекательность спорта отталкивает? Может быть. Не сложно сказать, но вот как факт в Индии 10 шахматистов, которые могут войти в десятку, а у нас там два. Мы свои позиции как бы в этом смысле очень потеряли. А что могут дать шахматы, если мы говорим не про, так скажем, не про большой спорт, а как раз-таки как вот в советское время, такой деталь, элемент культуры. Что шахматы могут дать простому человеку, если он не хочет идти в большой спорт? То есть они влияют как-то на, так сказать, математический склад ума, там, позволяет ли, так сказать, лучше анализировать происходящее и принимать решения? Или это просто, так сказать, ну, то есть человек найдёт только то, что сам ищет? Да, человек найдёт то, что сам ищет. Универсального никакого ответа на этот вопрос нет. Исследования показывают, что помимо пользы для здоровья, да, несомненной пользы для здоровья, ну, мозг всё время работает, шахматисты, как правило, если сильно не пьют, живут очень долго и очень продуктивно, что самое интересное. То есть человек может дожить до 100 лет, но при этом быть не очень продуктивным, шахматист, там, в 95 может также играть партии, как бы, и быть всё время в тонусе себя держать. Я думаю, что мне всегда нравилась идея о том, что шахматы дают тебе возможность посмотреть на жизнь с другой стороны. Потому что когда ты играешь партию, ты должен думать не только за себя, но и за противника. Ты же смотришь на партию не только на свои фигуры, ты смотришь на фигуры противника, то есть ты изучаешь позицию с двух сторон всё время, со своей и с противника, и ты как бы начинаешь смотреть на ситуацию под разными углами. То есть помимо того тренирует память, тренирует просто работу головного, ну, миллион вещей, но мне кажется, что прежде всего это просто игра. Не надо тоже, вот я не люблю, когда из шахмат делают какое-то сакральное дело. Ой, шахматы, это что-то такое очень сложное, недоступное, только боги в них могут играть, или что-то вообще такое, как это... Да это вообще бред полнейший, скотящее приложение, поиграйте, порешайте задачи и получите от этого просто удовольствие. На самом деле такая же игра, как любая другая, со своими особенностями, но об этом знать никому не надо, просто в неё надо просто играть. Это как книга, что на неё смотреть, её надо читать. Просто можете открыть любую, вон, книга, там, лучшей партии Фишера, вон, с примечаниями, открываете её, смотрите, тут вам описывают, почему человек так пошёл, почему так пошёл. Это просто интересно. На самом деле в этом... Это просто интересно. Если ты в это чуть-чуть погружаешься, тебе солнце просто интересно. А какие книги вы посоветовали бы людям, которые хотели бы заниматься шахматами? На какой уровень? На самом начале? Ну, если просто представьте, что так как шахматами занимаются люди самых разных возрастов, от детей до взрослых, то, может, какие-то там книга для детей, книга для уже взрослых, которые хотят научиться как раз играть. Ну, то есть для разных возрастов какие вы посоветовали? Ну, для начинающих у меня универсальный совет «Путешествие в шахматное королевство» Бейлина и Авербаха. Авербах, кстати, это гроссмейстер, которому недавно 99 лет исполнилось, в отличной форме. Это прекрасная книга, просто прекрасная книга, написанная 50 лет назад, но ничего лучше я с тех пор не видел ни на каком языке. Причём это для начинающих и для тех, кто дальше ещё хочет пару шагов сделать. Я однозначно рекомендую книги Гарри Каспарова «Мои великие предшественники». Вот серия стоит, это несколько томов, это блестящая книга, просто блестящая. Я думаю, это лучшая шахматная литература. То есть Гарри Кимич, он не только шахматист великий, он ещё и как-то вот в очень доступной, привлекательной форме он написал историю шахматки с партиями, со всеми делами. Можно взять доску, положить рядом с книгой и передвигать фигуры, и читать его комментарии. Замечательная книга Давида Бронштейна, нашего известного очень шахматиста, про турнир претендентов в Цюрихе 1953 года. Тоже очень доступная, очень понятная. Ну, есть ещё миллион всяких книг, но вот это то, на чём рос я, скажем так, и многие-многие современные молодые шахматисты, они росли на книгах Каспарова. Я думаю, что надо брать лучшее. Зачем читать какие-то... Есть миллион учебников шахмат, все они плохие, как мне кажется, строго все, потому что эту игру изучить по учебникам невозможно, просто невозможно. Вы же тоже дописали книгу? Да. Вот, а о чём? Я написал книгу под названием «Записки секунданта». Это книга о... Мы её написали вот с моим товарищем Евгением Абореевым, шахматистом, о матчах Владимира Крамника за шахматную корону в 2000-м году, когда он победил Каспарова, и в 2004-м году, когда он победил Петра Лек. Ну, сыграл в ничью, но сохранил своё звание. А вот здесь у нас лежит английская книга моя. Вот здесь сюда мы ещё добавили такой достаточно известный его матч с Веселином Топаловым в 2006-м году. Скандальный очень матч такой был там. Драматичный, я бы так сказал. Ну, это такая более профессиональная театра, хотя там книга у нас разделена на две части. Есть шахматная часть, где Евгений анализирует партии, а моя, она такая общеобразовательная часть. Там шахматы в искусстве, шахматы и кабала, шахматы и то, шахматы и сё. То есть я пытаюсь как-то, пытался описать людям привлекательность этого мира и как он вообще, из чего он состоит. Поэтому мне кажется, она может быть интересна людям, которые вообще не хотят изучать шахматы как деятельность, как шахматы, а хотят просто иметь некую такую околокультурную, общеобразовательную знание, так скажем. Познакомиться с этим миром. Вот последний вопрос. Что лично вам дали шахматы? Мне? Ну, честно говоря, мне шахматы дали друзей. Помимо всего остального, наверное, помимо какой-то всегда, понимаете, это такой уголок некий души, куда ты можешь всегда спрятаться. Это некий такой дом, куда никто не заходит. Когда тебе совсем как-то там плохо или некомфортно, или ты хочешь сменить ситуацию, сменить обстановку, ты можешь поиграть в шахматы и всё. В момент, когда ты играешь в шахматы, ты забываешь обо всём. Что бы ни происходило в твоей жизни, ты думаешь только о шахматах. И все трагедии, радости, печали, огорчения и триумфы, они все внутри вот этого. То есть, ты как бы неким образом можешь уйти, сбежать из какой-то ситуации, потом вернуться в неё уже обновлённым человеком. Но шахматы прежде всего дали мне людей. Близких товарищей, с которыми у меня какое-то общее миропонимание. Мне кажется, вышло отличное интервью. Спасибо. Спасибо. Друзья, если вам было интересно, подписывайтесь на YouTube-канал Левитов Час. Здесь вы сможете найти огромное количество классных видео про шахматы. А также следите за нашим YouTube-каналом, смотрите наши лекции. У нас каждую неделю выходят новые материалы, из которых вы сможете узнать много нового. Спасибо и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok